вот закончится самоизоляция возьму и поеду в кругосветное путешествие ну конечно катя мало того что тебе отпуска не хватит но главное денег но ведь должен же быть какой-то способ накопить на мечту первое и самое главное правило нужно упорядочить бюджет тогда давайте сделаем это вместе поехали больше половины россиян живут от зарплаты до зарплаты получили потратили еще и в долги влезли выход из этого замкнутого круга есть постичь азы финансовой грамотности первым делом нужно определить и записать свои доходы вы это можете сделать в мобильном приложении либо в компьютере в табличном документе ну или же попросту на бумаге укажите источники дохода и на какой период рассчитаны эти деньги введите отчет со дня выдачи зарплаты следующий пункт распределяем финансы есть один замечательный метод который позволит вам копить и вместе с тем не отказывать себе в удовольствиях он называется 50 20 30 действует это так половину ежемесячного заработка отправляем на обязательные расходы 20 процентов самая важная часть это наше накопление остальное можем потратить на себя любимых прямо сейчас немаловажный пункт где держать деньги воспользуемся принципом не класть все яйца в одну корзину например вы можете хранить деньги в банке на карте или в книжке ведь если с одним хранилищем что-то случится вы не потеряете все и сразу и только теперь можно идти в магазин так как сейчас мы покупаем в основном продукты то вот вам лайфхаки как сэкономить свои кровные не совершайте крупных покупок в день зарплаты получив деньги человек расслабляется и может потратить больше чем ему нужно на самом деле в конце месяца считая копейки напишите меню на неделю определите какие продукты вам нужны и сразу же выделите на них деньги берите с собой список и четко его придерживайтесь чтобы не совершить импульсивных покупок берите с собой многоразовую сумку это разумно и с точки зрения финансов и с точки зрения экологии никогда не ходите в магазин на голодный желудок иначе вы рискуете приобрести много лишнего ну а когда вернетесь не забудьте записать все расходы чем точнее тем лучше даже если они показывают ваши ошибки в ведении бюджета не зря говорят что деньги любят счет так вы сможете понять каких трат вы могли избежать а на чем сэкономить сравнивайте цены интересуйтесь инвестициями вовремя оплачивайте коммунальные платежи ставьте реальные финансовые цели и продумывайте пути их достижения ну и самый главный принцип живите по своим средствам не берите долг у друзей не используйте кредиты лучше сэкономьте потерпите и подумайте какой дополнительный источник заработка вы можете выбрать для себя